А ко всему этому необходимо еще добавить пружину, которая сжимается под весом всех этих ошибок, при неспособности российской власти предвидеть, где будет следующий прорыв. Или при неспособности подготовить меры по его локализации. Смотрите, простейший пример. Мы все знаем, что в России будут пожары, гигантские пожары. Они там каждый год. В прошлом году были пожары, загляденье. Сколько пожарных самолетов Россия закупила или сделала за год? Сколько дополнительных пожарных машин, пожарных расчетов подготовила МЧС России вот конкретно в регионах с традиционной высокой пожарной опасностью? Не на бумаге, а в реальности. В стране война, армия требует все больше денег, пару десятков миллиардов рублей потратит на пожарных, которые будут дома холопов спасать? Пол-литра, втребезги, для тебя. Ну, где-то так примерно. Ну, а примером того, что пружина таки сжимается, по-моему, может служить то, как по-разному реагировали отдельные граждане РФ, пока что еще отдельные, но тем не менее уже реагировали. Вот зимой, когда замерзали их дома, и весной, когда их дома заливало водой. Помните, весной уже звучали прямые угрозы. Это не сигнал к началу бунта, но это уже тенденция. И российская власть эту тенденцию тоже видит и реагирует на нее, с учетом той самой ошибки. Бесправное население не должно иметь право на любые шаги помимо рабского покорства. Помните, была показательная история про дамбу, которую насыпали сами местные жители? Когда люди под страхом затопления их домов, там где-то было сотня, сотня людей, два или три десятка домов должно было затопить, власть ничего не делала, ни копейки не давала, ничего не строила. Сами начали делать насыпи на скорую руку. И, о чудо, это удалось. Они насыпали где-то 100 метров высотой 2-3 метра. Тогда уголовное дело против этих людей. Почему боятся? Они боятся, что в первый раз это население Раши, это же не народы, не нации, не гражданское общество, они начали объединяться. А вдруг они еще объединятся вокруг каких-то правильных идей. Это же была правильная идея. А вдруг еще в голову придет и объединится против смертей, допустим, против войны. И поэтому нет, такое не поощряется. А россияне тем временем будут все больше объединяться. Помните, во времена процедуры переназначения Владимира Владимировича на должность Путина Российской Федерации, я много говорил и часто говорил о том, что тем, кто против Путина, надо использовать акции полдень против Путина, не для того, чтобы проголосовать против тирана, а для того, чтобы увидеть своих соседей, найти единомышленников в радиусе 15 минут ходьбы от дома, налаживать с единомышленниками горизонтальные связи. Ну так вот, ребятушки, это касается не только противников Путина, но и тех самых ничего не решающих россиян. Вы же видите, что происходит. Техногенные катастрофы, прилеты в приграничных областях, возможная грядущая мобилизация. Жизнь в России будет полна испытаний. Путин, начав войну в Украине, открыл ящик старухи Пандоры и вылетают из этого ящика вовсе не ангелы, несущие радость, счастье и радуги. Налаживайте горизонтальные связи, создавайте малое сообщество, комьюнити. Есть такая мудрая украинская пословица «Гуртом легче и батька быты». Всем вместе легче и отца победить, приблизительно там. Именно в этих малых сообществах смерть Кащеева. В объединениях людей на самом низовом уровне. Как подъездом обеспечить водоснабжение, если водопровод накроется звездой? Скинуться и купить биотуалеты, если канализация наладом дышит заранее. И задать вопрос, а на кой вообще, в принципе, нужна такая власть, если мы все сами? В единении смерть Кащеева. Это, кстати, показал и пример с помощью США для Украины. Вообще, если говорить об этом принятии денег, то плохая новость для россиян, она даже не вооружение. Хотя тут для них ничего хорошего нет. Она для них в том, что принятие денег стало возможным. Ведь Россия вкладывалась активно в то, чтобы избирательная кампания в Соединенных Штатах шла на мизерах, и Украины играли в пинг-понг между собой команды, обвиняя друг друга, и, соответственно, Украина становилась заложником политической его кризиса в Штатах. И расчет был на то, что ни одна из команд не будет заинтересована в резких шагах по поддержке Украины. Это просто будет не до Украины. Самая страшная новость для России в том, что теперь оба кандидата, и Трамп, и Байден, не заинтересованы в катастрофических и трагических картинках с театра российско-украинской войны. Теперь любые поражения Украины на фронте будут бить по рейтингах как Трампа, так и Байдена. Именно они могут быть тем, той доминошкой, которая, собственно, будет критичной на весах результата избирательной кампании в Штатах. И это кардинально ломает для россиян их ключевую ставку. Они готовили сейчас к последнему рывку. Собрать такие усилия, как сейчас приложены России, ресурсы для своей атаки, у них новые возможности в ближайшее время не сложатся. Они год потратили на это. И даже следующее, скорее всего, не наступит через год, в случае, если у них будет такая возможность. Это последний рывок для России. И они его готовили на момент, когда Европа будет затянута своей избирательной кампанией с реваншем правых сил в Европарламент. А Соединенные Штаты зациклятся на своей избирательной кампании, где будет не до Украины. И вот мы видим, что в Штатах тренд абсолютно изменился. И для России теперь нет окна возможностей. И избирательная кампания в Штатах, наоборот, будет очень чувствительно к событиям на фронте. А сумма, которая выделена, достаточно, а механизмы для того, чтобы быстро давать поддержку, также есть. И, соответственно, теперь на каждый шаг России будет сразу же противовес Штатов. Они заинтересованы в этом не из любви к Украине, а из своего эгоистического политического интереса обоих кандидатов. Консенсус в вопросе необходимости приведения путинской власти в стойло – это сейчас вопрос выживания. Не только для западных элит, которые вот сейчас, на данный момент, по моим ощущениям, еще проходят путь от «нам это выгодно», до «нам это нужно, чтобы выжить». Но и для россиян, для которых вопрос выживания в позднепутинской или постпутинской России – это вопрос не политического, физического выживания. Но есть еще одна сторона, от которой напрямую зависит и стойкость путинской власти, и продолжительность этой войны, которая себя стороной конфликта не считает, и де юре действительно ею не является. Просто эта сторона получает от продолжения конфликта наибольшие бонусы. И Китай, сложившаяся сейчас ситуацию, устраивает вообще. Это самый главный выгодополучатель от этой войны. Он получает от России, на которой санкции по очень хорошим ценам, с большущим дисконтом газ, нефть, если ему нужна, лес и не так официальные территории. Китайцы осваивают целые территории, берут в аренду на 50-100 лет. Ежу понятно, что они оттуда не уйдут потом. Есть уже целые поселки на Дальнем Востоке, где нет ни одного, не то что русского, а гражданина России. Там все китайцы уже давно живут. И постепенно не захватывают. И даже все разговоры о Тайване все-таки смотрим через ту призму, что часть Дальнего Востока приличная Китай считает своим. Да. Они когда-то были отжаты Российской империи, отжаты там под разными предлогами, в разные моменты времени, но Китай считает своими, и Китай их собирается вернуть. То есть даже в школе дети учатся по контурным картам, где все эти хребты и города имеют китайские названия. Да. И Китай, конечно, территорию хочет вернуть. В условиях, когда Россия поддерживает нормальные отношения с США и Европой, где сильная армия ничем не занята, это проблемно. Это война, это все жестко и кровопролитно. А сейчас, когда Россия изгой, ее не поддержат, ее никто не заступится, ни Европа, ни США, армия ложится штабелями в Украине, свободных людей нет. Они с Дальнего Востока 2000 перебрасывают опять сюда, на восток Украины. С Тихоокеанского флота отменяют ротацию в Сирии. Сейчас Китай может без объявления войны просто спокойно отъедать эти кусочки. А Россия максимум, что может сделать, это делать вид, что ничего не происходит.